Давайте обсудим. Если я возьму и предположу, что при выбрасывании вот этой точки вместе со всеми ребрами, получается дерево. Все помнят? Дерево это график с циклом. То есть получается график, в котором нет циклов. Вот представьте себе, я убираю вот это вместе со всеми вот этими ребрами. И пусть в оставшемся графе вообще нет циклов. Как вы думаете, это тогда хорошо или это плохо? Ребята, граф без циклов это одно или несколько деревьев. Так называемый лес. В любом дереве, в любом дереве, в любом дереве есть висячая вершина, вершина степени 1. Это мы сегодня обсуждаем. Какое дерево не берит, по нему можно идти. Что идти можно по нему? Берёд, вперёд, вперёд, пока не будешь. Замечательно. И вот представьте себе, что мы какую-нибудь такую висячую вершину нашли. Замечательно. Каким свойством эта висячая вершина обладает? Ну, она соединена одним отрезком с некоторой точкой. И она может быть соединена с АВ. А может быть и не соединена. Так вот, ребята, если бы она была не соединена, то это было бы абсолютно брид. Потому что в наименьшем по количеству ребер непланатной графе иметь просто торчащее ребро не по телу совершенно невозможно. Объясняю, почему. Я его отрежу. Получу планатный граф, потому что количество ребра стало меньше, значит, он планатный. Нарисую. Ну, я это ребро прорисую. Потому что просто отрез можно прорисовать спокойно. И вот, понятно, такого конечно не бывает. Значит, точка С что? Соединена с АВ. Соединена с АВ. Обязательно. Но только опять, что такое соединена с АВ? В исходном графе она соединена только с АВ или только с Б, или с обеими. Ответ простой. В исходном графе, если бы она была соединена только с А, то у меня бы получилась система, когда есть такая вершина степени 2. А я только что говорил, что это глупость точки зрения количества ребер. И для плонарности это бессмысленно. Это не помогает и мешает плонарности, а количество ребра увеличивает. Так не бывает. Значит, на самом деле, в исходном графе она что? Она соединена с точками А и Б. С теми самыми, которые вот ребром изделяют. Так, ребята, здесь есть вот некоторые моменты такие логические. Пока что все было логическое. А некоторые моменты геометрические. Вот сейчас мы подошли к очень несложному, но красивому геометрическому моменту. Я объясню, почему такая картинка в принципе невозможна. Почему? Только давайте повторимся еще, потому что я боюсь, что не все с вами понимают. Еще, если кто-то не понимает с первого раза, мне страшно, ребята. Математики, все, понимание, не просто математики, а математики всего мира. Это понимали несколько десятилетий. То, что там пройдет несколько лет, и школьникам будут стоять двойку, если там не за пять минут поняли, это просто другое. Но математики медленно, медленно это все осознавали. Постепенно нам становится все понятнее, что это все очевидно. Но я на самом деле не требую от вас, чтобы вы сейчас совсем все сразу поняли. Тем не менее, попытайтесь. Итак, Ж был наименьший по количеству ребер, не планарный граф, который не содержит ни К5, ни канаты. Ребята, представьте себе, что в Ж была такая картинка. Я сейчас запросто объясню вам, почему на самом деле Ж таким свойством не обладает. Расскажите. Я мыслью, отбрасываю ребро обратно. Получаю граф, в котором ребер ровно на одно меньше, чем в Ж. Так? В нем нет К5, нет К3. Нет. Значит, его можно нарисовать. Не стянутый, а вот когда здесь, ну, когда просто здесь ничего нет, между ними пустое место, его можно нарисовать. Отлично, рисую. Там граф, 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 и точка С, и из нее выходит в точку А что-то, в точку Б, и, кстати, это может быть изломанное, да, вот, и в точку Д. Значит, мы не пользуемся сейчас теорема фари, мы просто как-то он изображен на простое. Так вот, господа, я сейчас сделаю очень просто. У меня есть два угла. Вот такой угол и вот такой угол. А трефик С, Д, извините, защищает только один из этих двух углов. Не может луч С, Д идти и сюда, и туда. Так вот, я возьму и в том из этих двух углов, где нет луча С, Д, тихохонько-тихохонько вдоль вот этих отрезков А, С и Б, С пройду. Идея понятна? Ну, старый добрый армейский анекдот. Подходит рядовой к лейтенанту и спрашивает, скажите, пожалуйста, товарищ лейтенант, а крокодилы летают? Ты что, с ума сошел? Как крокодилы могут летать? Ой, а мне товарищ майор только что сказал, что летают. Ну да, да, ну конечно летают. Ну низенько, низенько. Чуть-чуть. Ну вот здесь надо низенько, низенько вдоль пройти так вот. И все будет хорошо. И это будет ребро, ребята. Я соединил, я добавил это ребро в граф Паламин. Таким образом, я только что объяснил, что... Так, я, понимаете, я объяснил, что у меня после отбрасывания вот этой вот вершины А, которая получена стягиванием из ребра А, обязан остаться цикл. Ребята, пожалуйста, поскольку это всегда принципиально важный момент, пожалуйста, попытайтесь это действительно понять. Как я рассуждаю? Я говорю, что отбрасываю вот эту точку со всеми выходящими ребрами. Если останется нечто, где нет цикла, то там деревья, деревья, деревья. В каком-то из этих деревьев, в любом берем, висячую вершину. Вот она, эта висячая вершина. И тогда рассуждаем за нее и получаем противоречие. Отлично. Значит, цикл есть. А что такое цикл есть? Ну, или он просто содержит в себе вот так вот как-нибудь, да? Уже простые, я забыла. Просто содержит в себе. Или этот цикл может идти где-то сбоку. Но есть цикл, для которого вот эта точка не на нем лежит, а который остается циклом, если ее со всеми ребрами убрать. То есть цикл, для которого абы или совсем внешняя или внутренняя. Так вот, ребята, если честно, внешняя или внутренняя, это мало разницы. Дело в том, что нужно себе, смотрите, как представить. Если у вас она внутри, то мне это уже хватит. Я бы считаю, что точка внутри цикла, все замечательно. А если случайно получилось, что эта точка лежит вне этого цикла, то я могу воспользоваться преобразованием, которое называется стереографическая проекция. Для тех, кто не знает стереографическую проекцию, представьте себе следующее. Что вот это делается из резинки, и все остальное делается из резинки. И вся вот эта плоскость надевается на сферу, это на один кусок шарика этой самой сферы, это на все остальное, а потом мы добиваемся, чтобы это стало экватором. Так, растягиваем, растягиваем, а это наоборот сужаем. И после этого меняем местами два полушария, потому что делаем симметрию относительно плоскости. Понимаете, да? Кто не любит симметрию этой синтеплоскости, может так сделать. Деформируем, чтобы это стало окружностью, и делаем инверсию относительно окружности. Есть такое геометрическое преобразование. Ну, в общем, ребята, подумайте. Наивно это соответствует тому, что вот эта грань увеличивается, а потом половинки меняются на станет. В общем, можно реально считать, в общем, по-настоящему достаточно разобрать ситуацию, когда наша вот эта вот стянутая точка лежит внутри цикла. Так, фиксируем. Дело в том, что вы сейчас довольно бодро и очень хорошо движетесь. Лишь бы вы понимали. Господа, сейчас я буду потихонечку бороться за прояснение ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!